Война за независимость требует от каждого украинца не только ежедневной борьбы на своем фронте, но и приверженности принципам. Тетеральная целостность Украины непоколебима. Это один из принципов, которые в том числе разделяют многие наши друзья и партнеры. И одним из таких настоящих друзей Украины, защищающим эти принципы, является известный американский политолог Рамис Юнус, в котором редакция канала «Фабрика новостей» переносит официальные извинения за недоразумения, когда была вырезана часть его интервью, в котором он излагал свою позицию касательно ситуации в регионе Южного Кавказа и защищал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Мы заявляем, что цензура в эфире «Фабрика новостей» не соответствует нашей политике и принципам демократии. Соответственно, рассуждая об экзистенциальных угрозах, с которыми сталкиваются дружественные для Украины страны, такие как Азербайджан, Грузия и Молдова, мы должны быть честными и принципиальными. Напоминаем в этой связи также о том, что Украина входит в ГУАМ – Организация за демократию и экономические развития, региональная организация на постсоветском пространстве, созданная в 1997 году. Хартия организации подписана в 2001 году, а устав – в 2006. Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран – Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. Это бывшие советские республики, которым в момент развала Советского Союза попали в капкан сепаратизма, инспирированного Кремлем. Сегодня уже ни для кого в Украине не является секретом, что конфликт в Азербайджанском Карабахе, в Молдовском Приднестровье, Грузинской Абхазии, Южной Осетии, также как аннексия Крыма и война в Донбассе является звеньем имперской политики Кремля с кукловодствами на Лубянке. Напомним, что в результате Первой Карабахской войны территория Азербайджана 1994 года оказалась оккупированной со стороны Армении, которая в этом оказывала всячески военно-политические содействия Россия. Под оккупацией оказалась не только территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана, но и семь районов вокруг нее, которые Армения все годы оккупации использовала как буферную зону. Из мест постоянного проживания было изгнано почти один миллион жителей Азербайджана, превратившихся на долгие годы в беженцев. Здесь очень важно также напомнить, что под давлением России в мае 1994 года Азербайджан вынужден был подписать Бишкерский протокол, очень напоминающий Минские соглашения 2014 года, которые оккупанты из России заставили подписать Украину. Азербайджан не смирился с этими потерями и долгие годы готовился восстановить суверенитет и территориальную целостность своей страны. И в ноябре 2020 года Азербайджану в результате Второй Карабахской войны удалось освободить часть Карабаха, а также все семь районов вокруг него. К сожалению, в остальной части по-прежнему находятся вооруженные формирования Армении, которые находятся под защитой так называемых российских миротворцев, которые по договору должны покинуть эту территорию в 2025 году. Как ведут себя так называемые российские миротворцы, мы прекрасно знаем по событиям августовской агрессии 2008 года России против Грузии. Итоги Второй Карабахской войны поменяли статус-кво в регионе Южного Кавказа. Агрессия России против Украины 24 февраля 2022 года полностью поменяла геополитические процессы как в регионе Южного Кавказа, так и во всем постсоветском пространстве. Сегодня очень важно понимать и ответственно оценивать идущие процессы. Поэтому мы еще раз заявляем, что Фабрика новостей, как СМИ Украины, отстаивала и будет оставить в принципе суверенитета и территориальной целостности не только Украины, но и Азербайджана, Молдовы и Грузии. И об этом должны помнить как сотрудники редакции, так и все гости нашего канала. Редакция Фабрика новостей заявляет о том, что впредь этот принцип будет в полной мере реализован на нашем YouTube-канале. В наших разговорах с приглашенными спикерами мы всецело будем отстаивать непоколебимость международно признанных границ государств. Мы поддерживаем Азербайджан, Грузию и Молдавию в своих намерениях и действиях завершить возобновление контроля над всеми сепаратистскими территориями. И Фабрика новостей собирает пул друзей Украины сопоставимыми ценностями. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.